Детские дворы одна из главных проблем Владивостока. Порой из-за нехватки средств жители облагораживают свои придомовые территории сами и подчас делают это с помощью подручных материалов. Так и появляются животные из автомобильных покрышек и клумбы из бутылок. Слон, лебеди, крокодил. Такой зоопарк из шин жители дома по улице Добровольского, 43, на детской площадке организовали сами и своим двором гордятся. Несколько раз в год собираются вместе для его реконструкции. Правда, на поделках из подручных материалов детям не полазить и не покататься, а эстетическое наслаждение они, возможно, приносили только первое время. Сегодня покрышечные звери больше похожи на существ из фильмов ужасов. Некоторое время назад автомобильные покрышки прочно вошли в моду для украшения придомовых территорий. Многие горожане рассуждают, что это лучше, чем ничего. По их словам, добиться нормальной детской площадки от государства достаточно проблематично. Однако в этом году Владивосток впервые участвует в программе формирования современной городской среды. В Приморскую столицу направлено более 40 миллионов из федерального бюджета на благоустройство дворов. Вот только детские площадки в этот список не входят. В этом году у нас реализовывается будет только минимальный перечень работ. То есть, к сожалению, именно асфальтирование, то есть ремонт придомового освещения и при необходимости, кому это нужно, лавочки, урны. К сожалению, детские спортивные площадки мы пока в этом году делать не будем за эти средства. Потому что, главным образом, потому что денег мало. Конкретных сроков, когда во Владивостоке начнет работать программа по установке именно детских площадок, никто не называет. Поэтому многие прибегают к другим вариантам. Одни устанавливают площадки за свои деньги, другие обращаются за помощью к управляющим компаниям. Именно так четыре года назад поступили жители дома по адресу Сафонова, 26. Правда, как говорит старшая по дому, привезенные качели и турники были далеко не новыми, и жителям пришлось самим приводить их в нормальное состояние. Теперь скромная площадка стала, можно сказать, достопримечательностью района. Очень много народу гуляет со всех домов, можно сказать, с нашего района. Они приходят к нам на площадку. Родители из дома по адресу Сафонова, 26, даже организовали группу ватсап и обсуждают там новости об их площадке. Устраивают на ней детские праздники, а раз в год выходят на субботник. Сами красят турники и качели и высаживают вокруг цветы и деревья. Помогают им даже дети. Он красил лавочку почти целиком. Я перекрашивала. Конечно, конечно. Он очень... Нет, ну конечно, мы перекрашивали, потому что этого он весь сам уделался. Ну, ему очень понравилось, было весело, гордый. Управляющая компания к таким инициативам относится положительно и предоставляет жильцам необходимые для благоустройства материалы. Работниками, правда, помочь не могут. Говорят, нехватка кадров. Все, что касается управляющей организации, мы все выдаем. Краску, кисти, побелку. Людей собираем, рассказываем, как если не хватает краски, значит еще добавляем. Осенью 2016 года жители вместе с управляющей компанией добились и установки на площадке новой горки. Только радость от такого приобретения длилась недолго. Казалось бы, горка есть, да только установили ее очень странно. По правилам, вот эта часть должна быть закопана в землю. Иначе получается, горка очень высокая, и дети при скатывании с нее могут сильно травмироваться. Управляющая компания пообещала переустановить горку к началу теплого сезона. Жители с нетерпением этого ждут. Одни благодарят управляющую организацию, другие называют компанией по вызову. Говорят, пока не напишешь заявление и несколько раз не напомнишь о себе, ничего не сделают. Но так или иначе, многие предпочитают быть с компаниями в хороших отношениях. Считая, что вместе с ними им удастся намного скорее добиться безопасных качель, горок и турников. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.